Добрый день, Светлана. Добрый день. Мы знаем вашу историю, которая длится уже больше четырех лет, наверное, да? Да. Дом сгорел. Расскажите немножко о себе. Родилась я в деревне Усадья. День рождения у меня 19.05.1977 год. Мама у меня работала дояркою. Вот. Я помогала маме. Тоже устроились, да? Тоже работали вместе? Тоже дояркой? Да. Но сама на данный момент я сейчас нахожусь на инвалидности. Угу. Вот. Уже много лет? Свет, успокойся, спокойно. Много. Валит детства. Ну, это один колхоз. Все вот деревни входили все вот в Ястребовское вот это поселение, да? Угу. Мама давно ушла уже из жизни? В 2003-м. В 2003-м ушла мама. А когда вам выделили землю, дом? Ну, часть дома, да, у вас была? Да. В каком году это произошло все? Поначалу мы жили с мамой. Дом был аварийный. Потом меня мама умерла, и меня заселили в Литвиново. Вот. Дом тоже был аварийный. Это было в 2004-м году. Печка плохая, пундамент плохой. Это считается аварийным. Угу. Вот. И все равно колхоз переселил в аварийное жилье. Да. Ну, как такое возможно? Не было жилья. Не было жилья. Угу. Газа нету, то есть печное было отопление дровами или углем? Да, печное отопление. Но это дом на двоих был, получается? И участок на двоих, да? Да. Одна была половина собственная, а другая муниципальная. Муниципальная. Угу. Вот. Но у вас было почти шесть соток. Да. И часть дома. Да. Ну, расскажите, пап, как там пожар произошел? А пожар у меня произошел. У меня завалилась печка. Угу. И мне поставили, мои родственники, поставили мне железную печку. Буржуйку. Буржуйку. Ну, а стены были не оборудованные. Угу. И я решилась дома. Четыре года назад случился пожар? Да. И полностью дом выгорел? Нет. Мой дом полностью сгорел, а соседские отстояли. А с землей что происходит? А с землей я ее оформляю в аренду. Дома нету, я сажаю огород. То есть все равно ведете свою хозяйство? Веду, да. А где живете сейчас? А живу я у нас в деревне, у мужчины на квартире. То есть арендуете, да, как бы? Да. А все четыре года я вот слышал разные истории, что вас, ну, селяне кто-то приглашал к себе пожить. Да. Я и в Ястребовке жила, и в этом, и на кладбище жила. Вот. Везде я жила. Вот у нас представитель, можно сказать, власти местного поселения депутат Надежды, да? Представьтесь немножечко. Почковская Надежда Викторовна. с 94-го года. В 94-м году мы приехали в деревню, работала дояркой. То есть вы знали и мама Света, и Света, да? Да, начинала с котником, и уже последний год, два месяца работала председателем колхоза, и замещала председателя колхоза, когда у нас закрывался колхоз. Светлана работала дояркой, работала ответственно, вот. Так что Светлану я знаю давно, и мать ее знала, вот. Ну, тут беда вот такая случилась. Нельзя человека бросать в беде, нужно помогать. Вот стараемся. Уже 4 года, да? Да, 4 года. Вызывали Нику. Это наша калужская телекомпания. Да, вызывали Нику, и ее снимали. Большой репортаж тогда был на Нике. Да, да. Она под деревом жила тогда, Светлана, да? Да, под деревом она жила. Ну, вот, то, что она где-то живет, там тоже, ну, нельзя, где она живет, там снимает квартиру. Человек пьет, сами понимаете. Светлана не пьет. Вот, и выгоняет, всякое бывает. Поэтому вот она, как бы, скитается где-то. И вот есть такая возможность, почему нельзя там что-то ей помочь. Есть возможность, но наша администрация ничего не хочет делать. Вот. Человек-инвалид. Ее с нашей деревни никуда нельзя. Это наш человек, который здесь родился, здесь живет. Ну, вот, помогите нам, пожалуйста, если есть такая возможность, чтобы ей поставить какой-то домик. Хотя бы небольшой, чтобы она жила в своем домике. В деревне только вот начали газ проводить, а там уже она. То есть до сих пор, вот, 21 века деревня не газифицирована. Почему? Только начинает вот газ проводить. Начинает. Да. Потому что... Это в 7-9 километрах от Калуги? Да. От областного центра? Да. Это... И много деревень у вас не газифицированных? Два километра. Да, два километра. А уже два километра, совсем рядом. Совсем рядом. Вот. Так что вот так вот, у нас вот такие дела. Ну, я думаю, много людей, которые хотели бы помочь, наверное, но всех беспокоит, что если кто-то начнет давать деньги, то, возможно, потеряются где-то. Вот вы, как действующий депутат, вы готовы как бы помогать, следить, чтобы все шло на постройку хотя бы небольшого домика, да? Да, да, да. Чтобы Светлана жила на своей земле. Да. Этот будет отчет вестись на бумагах, все это будет предоставляться, кого это будет интересовать, все это будет налицо. Никаких темных сторон не будет. А фундамент того дома остался хотя бы или тоже ничего не осталось? Нет. Нет, там надо все по-новому делать. То есть все начнется с бумаг, с разрешений? Ну, скорее всего, да. Ну, как вы думаете, препятствий не будет? Будет. Будут препятствия? Очень много препятствий будет, но я надеюсь, что мы пойдем до конца. Человека нельзя бросать в беде. Ну, а по земле что-нибудь расскажите вот по этой. Земля, насколько я понимаю, была в аренде, да? Да, земля в аренде, много было проблем. Светлану хотели выгнать с этой земли. Администрация предлагала ей выписаться. Но вот она приходила ко мне, она вот подскажи, помоги. Мы ей запретили, чтобы она одна ходила в администрацию. Есть люди, которые ей помогают. С ней все документы делают. Вот мы уже подошли к концу оформления этой земли. Так что нам только осталась одна подпись. Но я надеюсь, что мы ее получим. И земля это будет Светлана в соцснайме. И тогда можно будет поступить к строительству. Тогда можно будет, да, вот этот домик ставить. То есть сейчас цель какая у вас? До зимы хотя бы что-то уже поставить, да? Да, чтобы она нигде не ходила. Все-таки лето есть лето, а зима есть зима. Светлана, вы как думаете, получится? Людей-то много на вашей стороне? Все знают, все хотят помочь. Не знаю, получится. Не знаю я. Получится, не получится. Руки не опускайте, когда такие деятельности люди рядом с вами. Ну, вы знаете, я уже все это на нервах. Но пока у нас надежда есть. А надежда умирает последней. Ну да, но если уже все документы оформили, и одна подпись всего осталась. Ну, будем делать все возможное со всех сторон. И мы, и вы, мы постараемся осветить эту ситуацию. И помочь, конечно, обратиться к людям. А уже думали, сколько может стоить хотя бы дом? Или лучше это поселить? Да нет, я пока не знаю. Это надо с кем-то сесть, порешать вот это все. Я бы хотела маленький домик, как вот у нас, у тети Зины, у Алексеевой. Вот такой. А какой-то? Какой? Пять на три. Пятнадцать метров небольшой, да? Да. Вот такой. Ну, а он больше, деревенский дом, он больше не нужен. Самое главное, чтобы там тепло. Чем меньше здания, тем оно теплее. Вот. Такой был. На земле я сплю уже два месяца. Было же холодно. А что сделаешь? Мне некуда было идти. Я вот спала. Я вот так. Пальто одевала, накрывалася капюшоном и одеялкою накрывалась. Так, ну у нас еще два представителя, можно сказать, органа власти, да, местного поселения, самоуправления. Александр Клицевич. Александр, вы были или есть глава администрации, вот насколько я понимаю, замглавы администрации? Да, замглавы администрации. Сейчас был, сейчас немножко ситуация поменялась. Вот с данной ситуацией, например, с Светланой уже бы давно разобрались, если бы не вынесли некоторые коррективы в занимаемую должность. А сейчас что, все затягивается получается? Сейчас затягивается, потому что, ну, там никому это не нужно, ну, как я понял, я поработал недолго, и на тот момент, когда я пришел уже, все это длилось почти 4 года. Сейчас уже 4 года. И, ну, слушайте, такой вопрос решать уже 4 года длится, ну, как-то, я не знаю, все это быстро делать. Вот, с месяцами должны решаться вопросы, погорелец, человек-конвалид, без жилья, без крыши над головой, абсолютно. Вот, в СМИ снимали репортажи, в газетах печатали, живет под яблоней. Ну, сколько людей могло увидеть, вопрос-то такой должен решаться быстро, когда человек, ну, и спать негде было. Вот, она спала на досках, там, ну, что у нее там было, ну, под яблоней прям, под открытым небом. Вот, поэтому вопросы-таки должны вообще решаться всегда быстрее. Ну, вот, так получилось, что я пришел, попросили помочь, пришел вот заместителем, и, наверное, в этот же день, первый мой рабочий день, либо на следующий день, пришла Светлана, я знал ее проблемы. И тут она пришла, и я, ну, я не смог задержаться, увидев эти слезы, проблемы, то есть, что до сих пор вопрос не решен. Ну, я как-то вот, не знаю, лично принял эту проблему и дал себе задачу закрыть этот вопрос. Вот, я, то есть, тоже объясню ситуацию, тоже все оказывается не так просто. Везде какие-то клинчи, везде какие-то проблемы, какие-то недопонимания, никто не знает, как что делать, как решать вопрос. Я через такое прошел, что, ну, я был в шоке, если честно. Человек уже 4 года без жилья, ты как заместитель главы администрации, орган исполнительной власти. Звонишь в определенной структуре, говоришь, вот почему человек до сих пор вот так, что нам делать, никто ничего не знает. Говоришь, вот дома нет, сгорел дом, человека нет документов на землю. Что сделать землю, как человеку передать землю? Ой, мы не знаем, не знаем, делайте там план, подавайте заявление. Вот я пришел, как раз план подал еще бывший глава администрации, то есть, занимались вопросом. Вот Сергей Леонидович уже помогал тогда, насколько я знаю. Вот они как раз уже этот вопрос прорабатывали, они уже инициировали сам план, ну, этот план расположения участников. Вот, и как раз в декабре он пришел, я когда увидел, естественно, я сразу позвонил в архитектуру, пишите заявление, написал заявление, потом выясняется, что нет, мы не можем туда-сюда, там стоит отдельное, там стоит здание многоквартирное. Я говорю, нету, квартира сгорела на этом участке. Ну вот, дом многоквартирный, в общем, что делать, не знаем, я там, я делал архитектуры и БТИ, и городское БТИ, и Росреестр этот, я всех обзвонил, всех выяснял, чтобы понять, что делать. В общем, это та еще эпопея, никто ничего не знает, не понимает, в итоге там, чтобы оформить ее участок, нужно было искать владельцев, собственников соседней части, потому что там уже собственность оформлена, здесь муниципальная. Искать тех, договариваться с теми, там, то ли реконструкцию делать, то есть это деньги вкладывать, чтобы переделать, чтобы этот дом сделать отдельно стоящий. Александр, мы послушали Светлану, она говорит, ну, дело осталось за одной подписью. Чья это подпись? Сейчас подпись нового исполняющего обязанности, глава администрации. Вчера мы заказали уже межевой план, не знаю, как-то Господь располагает дела, что человек был свободен, сделал это быстро, и осталось только этот межевой план подписать и отнести на регистрацию в МФЦ. Путь был пройден очень большой, наконец-то выпущены постановления на Свете, все-таки выделили, дали разрешение на аренду, то что тоже была проблема. Сколько это шло? Три месяца? Почти, да, почти три месяца. То есть это вопрос месяца, но длилось три месяца, потому что в архитектуре вроде все нормально, Ферзикова, а здесь вот люди, которые сейчас исполняют обязанности головы, то не хотели постановления выпускать, то тянут отписками, то есть, ну, я извиняюсь. Ну, вот, я не понимаю таких людей, честно, мне просто вот непонятно, когда ты видишь человека бездомного, как можно вот сидеть там, выжидать этот срок 30 дней, для меня это вообще дико. А, то есть чиновники по закону делают все законно, я говорю. Законно, да. В течение 30 дней, но тянут до последнего, что в 30-й день выдать какой-нибудь. Да, и причем в 30-й день, даже не в 30-й, уже в 45-й вот мы приходим, где наша бумага, они дают бумагу, которая написана там задним числом, с отпиской. То есть, сделали запомнил, дело ведется, мы рассматриваем, проинформируем вас еще, проинформируем вас дополнительно. Сергей Леонидович, я туда у вас спрошу, вы долгое время возглавляли, да, все это? Вы были? Да, я был главой поселения. То есть, вы, как никто другой, ну, лучше всех знаете всю ситуацию, от начала до конца? Ситуация, объективно, здесь такая. Колхоз выделил землю, выделил жилье на этой земле, аварийное, неаварийное, это уже другое дело. Вот, но тогда, в тот момент, никаких договоров соцнайма не заключалось, как везде. Вот, и оказалось на выходе, что после того, как случился пожар, никаких документов, ни договоров соцнайма, ни прав на землю арендных, ничего этого нет. А человек жил на этой земле много лет, то сколько, 18 лет, вот, и ничего нет. Чтобы оформить это все законным образом соцнайм, то есть, и в дальнейшем уже было решать, либо вагончик, либо домик и так далее, нужно было разобраться с земельным участком. И вот здесь возникла проблема, оказалось, что вот этот земельный участок, который, на котором стоял этот дом, частью своей входит в водоохранную зону. И, соответственно... Вот эти 6 суток, и за них такая прям... Да, 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 и кусочек входил в водоохранную зону, и на ней запрещено всякие операции. Соответственно, отказ был в регистрации данного участка. Пришлось заказывать, проводить... А как же у соседей, которые уже владельцы стали? А соседи уже собственники. Ну, а они как стали, раз в природоохранной зонах? Ну, там непонятно, как... Там черта входил вот этот кусок участок, ниже другой этот участок. Ну, вернее, участок-то общий, там полдома у них, полдома и вот граница. Вот, поэтому эту проблему нужно было каким-то образом решать. И вот с бывшим главой администрации, каптаном Николаем Федоровичем, который был на тот момент, вот мы занимались этим вопросом. Была подключена, соответственно, фирма, которая вот это все дело корректировала. И соорудили, будем так говорить, не юридическим термином, вот этот участок. И в дальнейшем уже проводились работы по созданию этой схемы, этого участка и получением разрешения от Ферзиковского района, потому что район у нас по закону распоряжается землями, муниципальными, хотя это земли поселения. Вот, и это разрешение в настоящий момент получено. Ну, вот та самая подпись от нынешнего главы. На основании этого разрешения теперь появилось право готовить межевой план. Но есть надежда на последнюю подпись? Есть надежда. Этот план, вот благодаря Александру, он сейчас готов. Значит, следующий шаг, теперь нужно этот межевой план подписать у исполняющего обязанности главы администрации, поставить его печать и направить на регистрацию. После этого, только после того, как этот участок уже измененный будет зарегистрирован, вот, Светлана снова пишет заявление, опять же, Ферзикова, полномочный орган так называемый, для заключения договора аренды. И Ферзикова уже принимает решение, готовит договор аренды, подписывает, и после этого мы переходим к следующему этапу, уже непосредственно к жилью. Вот здесь уже варианты разные были, вот, либо зимний вагончик, вот, который в готовом виде, ну, они существуют, да, ну, желательно, может быть, не с печным отоплением, а с каким-то другим. Ну, я настаиваю категорически против какого-либо печного, газового, любого открытого огня, только электрическое отопление, сделать безопасно, все закрытое, электрику сделать качественную, потому что нельзя. Ну, а возможности есть, электричество рядом, да? Электричество есть, там, естественно, вот, не знаю, стоит ли там с газификацией завязываться, потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, опять же, безопасность. А электрическое, допустим, вот, существует, например, сейчас теплые полы, пленочные, они могут быть либо это полы, либо это на потолке, никаких котлов и достаточно экономично, ну, как вариант. Это все можно сделать и будет тепло. Ну, вот, вы хотя бы рассматривали, сколько все это может стоить? Просто, вот, дом зимний поставить, вагончик тот же? Я считал, выходило порядка, ну, в зависимости от инженерных коммуникаций, либо их отсутствие, это порядка 150 тысяч, либо их присутствие, это порядка 200-250 тысяч. Вот, но, вы знаете, что у нас цены скачут, взлетают, поэтому я даже не знаю, скачут. Сейчас сложно, конечно, сориентироваться, это нужно уже конкретно. Это было 200 тысяч, вот, я считал, в районе 200 тысяч выходило. Зимний вагончик, как домик, поставить, хотя бы, чтобы у человека было жилье, потому что она посадила уже огород, урожай ждет. Я настаиваю тоже также на именно какой-нибудь вагончике, либо каркасном, каркасной технологии строения, потому что, опять же, есть некоторые мысли по поводу срубы, еще что-то. Да, это будет в теории дешевле, но не для человека-инвалида, его нужно обслуживать, это конопатить, это, во-первых, опять же, дерево, не дай бог, где что, это сгорит тут же. А каркасное строение, тот же самый вагончик, это утеплитель, минвата, оно не горючее, максимум, что-то там какие-то материалы тлеющие. Это, я считаю, это гораздо безопаснее для человека, имеющего инвалидность, и, ну, мне кажется, это будет гораздо надежнее и безопаснее. Я хочу обратиться к нашим зрителям, дорогие друзья, давайте не будем равнодушными, давайте все мы, вот, обратились в церковь, тоже помочь. Мы сделаем все возможное, конечно, от нас, но давайте всем миром, люди доброй воли, поможем, пожертвуем. Мы разговаривали с депутатом, и она сказала, что будут следить, Надежда, ваш депутат там, она сказала, что будут следить за финансами, чтобы ни одна копейка не ушла никуда. От Надежды ни одна копейка не уйдет. Да. Хорошо, давайте будем верить вместе и будем помогать. В конце этого видео мы разместим номер карты, куда можно жертвовать, чтобы помочь Светлане поставить до зимы свое жилье. Давайте работать вместе, да, представители власти, церкви и доброго общества нашего. Благослови всех Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо.